Эти живописные окопы не декорации к военным фильмам. Просто меняют трубы. Правда, благое дело растянулось на целое лето и для жителей превратилось в настоящее мучение. Поначалу бойки и работы на теплотрассе жителей только радовали. С отоплением зимой проблем не будет. Но затем траншеи опустили, все замерло и три дома на радиальной и кольцевой оказались в оккупации. Чтобы подойти к подъезду, мы идем и вот это все обходим. А здесь с ребенком выйдешь гулять на коляске и не знаешь, в какую сторону двинуть. Там идешь, там машины едут. А здесь эти ухабы. Сотрудники компании ПТС объясняют, вовремя не получили комплектующие материалы. Работу пришлось приостановить. В итоге отставание от графика ресурсникам встало в копеечку. Штраф от 300 тысяч рублей. И задача минимум от городских властей – завершить работу здесь до 8 сентября. Этот объект нас научил. И уже следующие объекты, когда уже вскрывались, мы четко требовали вначале наличия материалов, которые привезены на трассу, где складированы. Только после этого будем давать вскрытие. Во дворе 108-й школы траншеи уже закопали. Но вот ходить по щебенке и комьем грязи удовольствия мало. От тяжелой техники пострадали и асфальтовые дорожки. 1 сентября через 4 дня, а рабочие, которые выполняют эту работу, до сих пор находятся на территории школы, не навели чистоту. Работы на территории школы и вокруг нее идут уже два месяца. Но этого времени подрядчику не хватило не только на то, чтобы навести порядок. Не успели демонтировать и старую трубу. Из-за этого невозможно оградить забором школьный двор. Разговор с подрядчиком бескомпромиссный. Вы здесь палаткой разбиваете и живете здесь. Когда вы уберете, для того, чтобы она навела хотя бы марафет и забор поставила деревянный? В субботу к вечеру будет готово. К работам на теплотрассы в городе сейчас особое внимание. Будут готовы они, будет тепло в домах. Чтобы не сорвать начало отопительного сезона, городские власти контролируют каждый объект. Сейчас, говорят в департаменте ЖКХ, работы начали ускоряться. А вот тем, кто в сроке не укладывается, уже выписали около 150 штрафов. Таким нерасторопным компаниям не только придется заплатить от 300 до 500 тысяч рублей, но и все-таки доделать свою работу в еще более сжатые сроки.